добрый день дорогие друзья вы на телеканале и тонн тв программа тема дня меня зовут александр вальдман издание the new york post опубликовала очередную порцию компромата на кандидата от демократов на пост президента сша джона джо байдена о том способен ли этот компромат как-то повлиять на итоги президентских выборов мы как обычно говорим с известным американским политологом блогером миша гирштейна миша рад вас приветствовать добрый день добрый день что в этом в компромат этот серьезный ну все видели я думаю и наши замечательные медиа компании типа twitter и facebook попытались тут же закрутить гайки какие-то там свои и не дать этому компромату разойтись в итоге получился так называемый страйзент эффект то есть все все об этом стали говорить все эти линки стали читать когда республиканцы в конгрессе узнали о том что twitter не дает делать линки на этот пост они опубликовали у себя его на сайте на сайте конгресса у своей комиссии и эти линки нельзя запрещать по закону twitter не имеет право такое там соглашение их но они тоже попытались их запретить писать что это подозрительный линк и так далее потом они как обычно извинялись что у нас там алгоритмы какие-то ошибка вкрылась вот заблокировали кучу людей как на на какое-то время которых которые после линка из них пост но это ничего особенно не помогло потому что народная молва нашла быстро обходные пути вот и что у нас еще происходит что еще в итоге произошло это то что нью-йорк таймс вашингтон пост тут же попытались сказать что это все ерунда это все компания байдена там все отрицает и что ничего такого не было но про материалы я думаю содержание не надо говорить это в общем мы все это слышали в прошлом году когда был импичмент трампа потому что разговоры были о том что байден и семейка байденов наживалась на в общем на американских деньгах которые отправлялись в украину и они их обратно получали из компании бурис вот миш вопрос то что да да у меня вопрос самый простой вот на основании этой публикации в нью-йорк поезд пост дональд трамп на одной из недавних встреч со своими избирателями заявил что вице-президент страны семья бывшего вице-президента страны джозефа байдена это преступная группа и их необходимо посадить в тюрьму за коррупцию всю чуть ли не всю семью посадить вообще уровень тех претензий которые предъявляются байдену они вообще тянут на то чтобы посадить кого-то в тюрьму или это все пустые разговоры ну я не как это не адвокат не судья законы американские до такой степени не знаю но в принципе конечно тянут под на мой взгляд потому что это отмывание денег отмывание денег в чистом виде или или оплата услуг государственных чиновников а посреди на то что в общем в чем обвиняет хантера байдена что ему выплачивали деньги за то что за доступ к телу джо байдена поскольку джо байден второй человек в стране занимался украины занимался китаем занимался другими странами и в общем эти имейлы это дело подтверждают нам кстати пытаются сказать что это не очень что это там но мы потом еще поговорим значит про русскую дезинформацию но семейка байденов она там вся насквозь конечно коррумпирована это известно его брат какие-то сомнительные сделки были его сейчас еще какие-то родственники все время выплывают у него родственников к счастью много достаточно они все плодовитые были и у них у всех все время возникают какие-то все 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 сводится к джо который семьдесят третьего года сидел в сенате естественно за такую длинную карьеру набрал достаточно большой багаж и потом еще вице-пределент набрал достаточно большой багаж связей которые которые использовал в общем в личных целях или в целях обогащения его семьи его родственников конечно на взгляд обывателя это все это все очень серьезное преступление на который тянут на много лет и тюремного заключения но посмотрим мы знаем как здесь все работает посмотрите между еще один вопрос но здесь уже как мои личные ощущения когда я прочитал откуда появилась эта информация каким образом ее добыли возник вопрос о ее кошерности какая-то мастерская по ремонту компьютеров передали это фбр вообще что говорят по поводу именно кошерности всей этой истории ну я вот уже сейчас чуть-чуть затронул сейчас пытаются нас убедить в том что это русская дезинформация но сегодня с утра пришла пришел ответ от начальника офиса national intelligence джона радклиффа что никакого русской никакого русского следа в этом нет там историю очень простая хантер байден отдал свой там там три своих компьютера чинить и в апреле 2019 года в какой-то там компьютер шап около дома где-то в лавере и не забрал там цена вопроса была по моему 80 долларов или что-то такого но их никогда не заплатил не пришел не забрал но зная пристрастия хантера байдена ко всяким наркотикам и ко всем остальным делам ничего не трудно конечно просто мог об этом все забыть и мог куда-то там уехать и ну его его совершенно не волнует там такие какие-то вещи и владелец этого компьютер шапа обнаружил что в общем три месяца прошло там по бумажке которая была подписана байденом говорилось о том что если он там не платит и не приходит забирать то переходит собственность этого магазина он посмотрел что там испугался и отдал фбр но видимо насколько я понимаю начинал всякий случай сделал копии этих дисков и отдал их потом не только фбр но и руди джулиани помощь бывшему мэра нью-йорка помощнику трампа одному из которых активно занимался украины и благодаря этому это все выпало потому что фбр это отдали в декабре то есть фбр вроде бы в декабре 2019 года все забрал но от них ни слуху ни духу вот конечно можно предположить что они не покладая рук занимаются расследованием и что вот-вот кого-то там из байденов посадят тюрьмы но как-то верится зная что весь вашингтон ненавидит трампа лютой ненавистью верится в эту труду с трудом поэтому но насчет некошерности я бы не сказал потому что как компания избирательная компания байдена молчит пытается на вопросы не отвечает под сомнение достоверность этих имейлов не ставит хотя вашингтон пост нью-йорк таймс пытаются ставить но избирательная компания байдена не стоит я скажу более того на этой неделе буквально по-моему даже сегодня должна опубликовать еще 26 тысяч имейлов от одного из соратников хантера байдена который сейчас сидит тюрьме который решил пойти против хантера и всю переписку опубликовывает и народ говорит что те кто видел это те кто сейчас готовит публикации что у них просто полезли глаза на лоб что есть то история с буризмой по сравнению с этим это в общем семечки вот но посмотрим потому что обещание обещаниями пока пока я еще не видел этой публикации наверняка у вас периодически возникает проблема с тем что смотрят ваши маленькие дети или внуки в интернете хватает мультиков которые учат маленьких детей считать или отличать красный цвет от зеленого но очень мало мультфильмов которые рассказывают детям о том как жить в обществе и как в этом обществе нужно себя вести новый анимационный фильм тюби дубики от создателей это он тв рассказывает малышам о самых важных вещах жизни о том что такое совесть почему нужно говорить правду почему нельзя брать без разрешения чужие вещи о многом другом туби дубики напоминают мультики нашего детства где герои всегда были очень славными и симпатичными а добро всегда побеждало зло милые котята заставляют полюбить себя и ваши дети их тоже полюбят каждую неделю на youtube канале туби дубиков появляются новые серии чтобы не пропустить их зайдите по ссылке в описании под этим видео и подпишитесь на канал нового мультфильма смотрите тюби дубиков вместе с нами миша еще один вопрос вы вскользь упомянули о том что нью-йорк таймс и нн вашингтон пост и другие издания вы упомянули фейсбук twitter и так далее которые блокируют публикацию об этом об этом скандале только ли потому что они прямо или косвенно поддерживают байдена или есть еще другие версии по этому поводу нет других версий в нету не потому что это все однозначно twitter пытался объяснить что вот эта публикация в нью-йорк-посте нарушает их там какое-то соглашение что потому что публикают публикуются хакнутые имейлы какие-то вот но во-первых никакого доказательства что это хакнутые имейлы нету во вторых как все весь твиттер ну вся консервативная часть твиттера тут же заявила что если бы такое было про трампа никаких бы этих триггеров бы не не случилось ничего бы не сработало и все бы пропустили и кроме того это все-таки публикация не в какой-то там мелкой там газете которую никто не читает а это нью-йорк-пост нью-йорк-пост это не нью-йорк-таймс это чуть-чуть поменьше но газета была образована ни много ни мало в 1801 году еще александром хамильтоном поэтому это достаточно уважаемые задания нью-йорк-таймс выходные как всегда попыталась все сгладить сказать что мол нью-йорк-пост редакционный совет нью-йорк-поста долго колебался печатать или не печатать потому что вот как раз пытались делать вид что это не кошерное но это может никто не верит потому что это все во первых опять таки как я сказал что никаких опровержений со стороны байденов и стороны их компании нету а во вторых уже все убедились в кошерности потому что пришли еще дополнительные доказательства этого миша теперь к трампу хотел бы вернуться опять же на недавней встрече с со своими поклонниками он пошутил как бы пошутил я цип процитирую представьте если я проиграю что я буду делать придется признать что я проиграл худшему кандидату в политической истории тут нечем будет гордиться возможно мне даже придется уехать из страны конец цитаты миша какова на ваш взгляд доля шутки в этой шутке ну доля шутки как вы вероятность того что он проиграет есть поскольку выборы есть выборы это все-таки не не выборы с известным результатом но то что он уедет из страны это конечно шутка никуда он не уедет но то что избиратели для избирателей это в основном идет на избирателей чтобы избиратели не сидели дома как многие бывает такое а чтобы все-таки пошли проголосовали потому что байден действительно худший кандидат таких не было то есть если мы сейчас вспоминаем выборы четырехлетней давности которые либералы вспоминают постоянно то по сравнению с байденом конечно даже клинтон выглядела достаточно неплохо трамп тут прочитав эти материалы даже твитнул воскресенье что или в субботу что по сравнению с коррупцией в семье байденов клинтоны просто любители еще один вопрос тоже по выборам по последним опросам агентства айбиди ти айпипи одного из самых считается одной из самых объективных сша так вот по их опросам общественного мнения разрыв между байденом и трампом сократился до пяти пунктов готовы ли вы по этому поводу разделить оптимизм сторонников трампа нуга готов разделить не потому что кто-то там что-то посчитала потому что когда показывают роли который там себе толпу народу который там собирают это конечно очень убедительно по сравнению с тем что на роли байдена приходит там по семь человек вот это конечно убедительнее все плюс еще не один на сенатор демократ который идет на перевыборы компания байдена не обращается чтобы они тому поддержали и так далее тоже очень характерно и даже избирательная компания байдена неожиданно заявила что эти вот опросы которые показывают что байден лидирует тем или другим перевесом им особенно верить не ну не нужно потому что на самом деле все перевес не такой большой как они скромно говорят и тут и кроме этого еще не добавили что еще оказывается только что вопрос показал что штат висконсин уже перекинулся в сторону трампа висконсин это один из самых важных штатов на выборах висконсин мичиган пенсильвания это вот те три штата которые определили судьбу прошлых выборов вот и еще может произойти такое чудо и штат миннесота вдруг впервые 72 года проголосует за республиканцев как трамп сам сказал благодаря ильхан амар он ее даже поблагодарил на на одном из ралли потому что это спасибо ты помогаешь сделаю как это вернуть миннесоту сделать опять миннесоту красный но в смысле по цветам республиканской партии и и тут очень сложно сказать только что а были опубликованы результаты новых регистраций среди избирателей среди демократов и республиканцев во флориде во флориде количество демократов зарегистрированных демократов опережало республиканцев на 330 тысяч а сейчас после вот очередного перед каждыми выборами активисты ходят по домам и уговаривают народ зарегистрироваться сходить на выбор и так далее к тому же новые избиратели как правило более активно участвуют выборах чем старые и разрыв сократился с 330 тысяч до 130 то есть это тысяч это огромный по масштабах одного штата это огромное количество то есть то есть трамп в 2016 году выиграл флориду с перевесом примерно в 100 тысяч голосов а тут может получиться соответственно 300 тысяч для такого штата это совершенно безумные цифры огромные миша тогда еще один вопрос вдогонку в одной из публикаций я прочитал что во время опросов растет число людей которые отказываются отвечать на вопросы это свидетельствует что-то говорит в пользу трампа скорее потому что многие стесняются сказать что они голос будут голосовать за трампа или это все высосано все из пальца во первых эти опросы проводятся с неправильными исходными данными не с неправильными как с перекошенными в сторону демократов исходными данными известно приблизительно соотношение зарегистрированных республиканцев и демократов и независимых примерно скажем 35 процентов демократов 28 республиканцев и 40 процентов ну сколько там получать 37 процентов независимых а вопросах обычно перекос сторону демократов где-то процентов 15 то есть получается что но этим опрос эти опросы нужно пересчитывать и перевзвешивать потому что они там просто отпрашивают 300 человек из них 150 демократов и получается что ну какой вы получите результат естественно а народ ответит отказывается отвечать потому что просто чего отвечать если это все равно не поймете ну не вере вера в сми в миде она сейчас практически на нуле вот поэтому чего отвечать ради чего совершенно не все это я не знаю это но это скорее всего в пользу трампа потому что сторонники трампа конечно в основном скорее всего не отвечает но это в принципе просто говорит о том как народ относится вообще сейчас в америке как сми миша спасибо огромное за интереснейшее мнение спасибо всего самого доброго успехов но главное здоровья сегодня это все очень нужно будьте нам здоровы спасибо спасибо всего доброго до новых встреч спасибо и вам друзья что были с нами всего самого доброго будьте здоровы до новых встреч